Тунис 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 Вот хотелось бы не только о России поговорить, но и об Архангельской области. Екатерина Викторовна, куда едут школьники сейчас на весенние каникулы в нашем регионе? На весенние каникулы традиционно разработаны интересные программы в Каргополь. Это культурно-познавательные мероприятия, культурно-познавательный туризм, также этнографический туризм. Очень интересная программа в Пинежские пещеры на школьных каникулах. Это спелеотуризм, это активные туры, тоже большую привлекательность они имеют для школьников и для молодежи. Ну и всем рекомендуем очень последнее время отдыхать в Устьянском районе, где как раз в дни школьных каникул будет проходить чемпионат России по лыжным гонкам. Очень масштабное спортивное мероприятие. И в данном случае можно совместить возможности активного отдыха и поболеть за спортсменов. А место там еще есть? Места, вот одна из проблем, одна из проблем, это нехватка места размещения, к сожалению, но у Устьянский район на месте решаются эти проблемы. Есть сайт Архски, где есть служба бронирования, куда можно обратиться. И, в общем, там помогут для всех желающих найти место проживания. Остались статусные мероприятия чемпионат России по лыжным гонкам впервые у нас проводятся? Да, впервые. В феврале прошло с большим успехом первенство России по лыжным гонкам. И вот сейчас чемпионат России впервые. На самом деле, это такой опыт для нас очень важный, для Архангельской области. Но вот федеральные СМИ говорят, что все равно самым популярным направлением на сегодня остается Египет. За что так россияне его любят? Из красивого Красного моря, рыбки. Ну, думаю, что да. И возможности зимы все-таки приехать в лето? В лето, конечно. Круглый год лето. Температура всегда, в принципе. Детский отдых там замечательный. Для любителей дайвинга. Шикарные места, особенно в Шарм-эль-Шейхе. У нас Хургада немножко поспокойнее в этом плане, нужно выезжать. И получается район опять Табы у нас, получается, близость к Израилю. Ну, вот намного говорят о том, что рублевые зоны какие-то в Египте начали работать, и что идут навстречу, что стало дешевле. Так ли это? На самом деле, я бы не сказала, что с Архангельской области именно так, что удешевился. Нет. Рублевая зона не дешевле, конечно, если переводить на евро. Нет, не дешевле. Подорожало, но едут. Просто сокращаем немножко дни, не 15 дней, допустим, ну, 10. Но едем. На чем еще экономят туристы и от чего отказываются после роста курса валют? В полтора раза. Даже сначала в два раза взлетел евро, сейчас чуть больше, чем полтора. Так, Европа у нас, безусловно, она такая, что получается более пустая, наверное. Но, опять же, бюджетно, если там не можем позволить что-то, где-то экономим, либо завтраки, обеды берем, то есть неполное питание, экскурсий может быть поменьше. И, опять же, дней. Даже если Прага, если раньше там 10-15 дней, сейчас 5-7 запросто. То есть середовинцы не хотят отказываться от отдыха в любом случае? Едем в Италию, едем во Францию, едем ту же Грецию, рекомендую Кипр. По ценам на июнь еще очень хорошо, можете успеть. Авиаперелеты очень подорожали? Да. Ну, не скажу, опять же, все по карману. Ну, вот я заметила, что авиаперелеты подорожали не в два раза. Не в два. Как курс евро. Вот Илья вернулся из Таиланда и говорит, что там стало все дороже вдвое. И все же русские там есть? Ну, вдвое стало дороже, потому что курс изменился, и цены примерно такие же стали, если у местной валюты БАТа, да, говорить? Ну, они, может быть, и не знают, что у них стало дороже вдвое, но мы-то знаем. Ну, как не знаем? Знаем, все знаем. Но все равно русских там очень много. Есть районы, где русских настолько много, что есть ощущение, что я в Краснодарском крае. Ну, не, например, на острове Самуи, на Чанге там тоже. Ну, все курортные места, мне кажется, оккупированы российским туристам и европейцам, там еще больше. То есть, Та, это, мне кажется, место, которое буквально на глазах за 20 лет изменилось за счет туристического потока. Они стали, ну, самой богатой страной явно региона и развиваются. Там нет даже плохих машин, да, то есть, каких-то развалюх у нас по дорогам ездят гораздо скромнее машины, чем по Таиланду. Все новые иномарки гоняют, японские, например. Ну, в основном. Поэтому, да, для нас дороже, но все равно едем. Хочешь сказать, кризис не чувствуется на курорту? Ну, люди с разным достатком, да. Те, кто по курортам тусуются, у них все хорошо. Я-то, конечно, из другой оперы. Ну, а что почем там? Что стоит снять жилье, что стоит пообедать? Это вопрос, с какое жилье? Ну, самое дешевое можно снять, наверное, в центре Пангкока за 160-150 бат. Это, соответственно, 300 рублей, да. В сутки? В сутки. Это будет более-менее приличное жилье, но, соответственно, санузел где-то там далеко. На улице? Не, не на улице, нет, не на улице вполне. Но даже нет розетки. Средняя стоимость 250-300 бат. Это вот уже, ну, двуспальный номер. Ну, как без розетки? И с вентилятором, например. Вот, за 350 и выше можно найти что-нибудь уже с санузлом, да. То есть, если за 600 бат в сутки, то там уже будет и Wi-Fi, и кондиционер, и все остальное. Вот. Можно и бунгало прекрасно снять день бат за 500, да. То есть, за 1000 рублей в сутки. Это отдельный домик стоящий, там все будет круто, круто, круто. Можно, конечно, снять бунгало похуже. С бесконечными муравьями и всем прочим бат за 200, да. Ну, а зачем вообще наши соотечественники едут именно в Таиланд? За что его любят? Ну, во-первых, азиаты сами по себе, позволю себе, фразу не напряжные. То есть, они не на такие пристающие, например, как многие другие южные народы, да. То есть, более спокойные, не хватают зарубки. То есть, грубо говоря, не так это все агрессивно выглядит. И вечное лето, мне кажется, все расслаблены. И там, на самом деле, очень много европейцев по курорту, мне кажется, тайцев-то. Каждый третий тайец, каждый первый, второй, это русский, не знаю, там, британец, какой-нибудь голландец, немец. Могла бы бесконечно слушать, конечно, про Таиланд и про вечное лето, но у нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, у нас есть звонок. Алло. А здравствуйте, дорогие женщины. Вот, и прекрасная женщина, которая сидит здесь. Скажите, пожалуйста, вот, денежек, у меня просто муж умер, я вот так, ну, хочется где-то отдохнуть немножко. Можно узнать? Вот, мне хочется в апреле съездить со своей доченькой, любимой, на Кипр. Сколько это будет стоить, ну, горяченькую путевочку? Сколько это будет стоить, и есть ли смысл на Кипр ехать по сезону? Что там будет? В апреле сейчас можно, конечно, съездить на Кипр, только единственное, что погода будет, ну, скажем, солнечная, но это море будет холодное. То есть, приготовьтесь к тому, что вы не будете купаться. Значит, берем качественный какой-нибудь отель с подогревом, с бассейном, с джакузи, и, пожалуйста, может быть, в районе где-то 50 тысяч на двоих. При питании еще и все включено. Ну, вылеты будут из Москвы, прямых рейсов с Архангельска пока нет. Летом будут? Нет, может быть, и нет. А, то есть, это мы еще ждем. И горящие путевки, немножко вас поправлю, что значит горящие? Горящие, это у нас отказ от тура. У нас еще никто ни от чего не отказывался. У нас бывают спецпредложения. Либо скидки от отелей, либо ранее бронирование. Поэтому по горящим тут вопрос горящий. То есть, полагаться на горящую путевку очень ненадежно. Нет, конечно. Можно не уехать никуда. Ну, вот санкции и рост курса валют насильно, но все же делают из нас патриотов. Небывалый подъем в сфере туризма ощущает сейчас Архангельская область. У нас в гостях Екатерина Кустова, директор туристко-информационного центра Архангельской области. Я прочитала, что уже в новогодние праздники в нашем регионе стало туристов на 20% больше, чем новогодние праздники предыдущие, 2014 года. С чем все это связано? Кто все эти люди? Это люди, которые планировали свои путешествия традиционно, поскольку новогодние каникулы продолжаются достаточно длительность имеют. И люди стремятся выехать куда-то за пределы своих регионов, поскольку люди планировали путешествия. Ситуация достаточно была нестабильна в конце прошлого года. Они не захотели отказываться от своих планов, я думаю, так, и поехали в Архангельскую область. То есть для нас это только плюс. Мы всех готовы принять, всех были рады видеть, всем помочь. В частности, туристко-информационный центр обслужил массу звонков на колл-центр, нам поступало гораздо больше, чем в обычные дни. И туроператоры тоже работали, можно сказать, во внештатном режиме, то есть каждый день без выходных. И некоторые туроператоры отдельно отмечали рост продажи туров по Архангельской области до 100% по сравнению с прошлыми новогодними праздниками в прошлом году. То есть 20% цифра скромная? Это усредненная цифра, то есть отдельные туроператоры очень большой популярностью пользовались активные туры, спелеотуры, вот касательно пинежских пещер, туры на снегоходах, на буранах, лыжные походы. То есть вот именно традиционные зимние такие вот забавы, что называется. То есть да, это факт. А что больше всего у нас любят представители других регионов, туристы, иностранцы, что больше всего любят в Архангельской области? Ну иностранцы, иностранцам нравится северный колорит наш, добродушие, гостеприимство людей. И, конечно, любят соловки. Соловки — это бренд общеизвестный Архангельской области, и большинство иностранцев стремятся попасть на соловки. То есть вот даже по прошлому году, по прошлому лету к нам в туристко-информационный центр частенько заглядывают иностранцы, прогуливаясь по набережной. Мы находимся в непосредственной близости от набережной в Архангельске. И вот прямо с рюкзаками туристы приезжают, приехали. Хочу попасть на соловки. То есть был у нас такой турист немец, очень интересный. Спрашиваю, почему же вы... Вот, пожалуйста, отправьте меня, забронируйте мне место в гостинице. Почему же вы не воспользовались интернетом? Почему... Ну вот как-то у меня не получилось. Вот, к сожалению, специалист час сидел на телефоне, обзвонил абсолютно все гостиницы, частный сектор. Для одного человека невозможно. То есть у нас соловки летом забронированы полностью. И даже вот сейчас отмечали у нас туроператоры и владельцы средств размещения, что даже в феврале месяце уже на 90% летом на соловках забронировано все. То есть нужно спешить. Спешить, кто хочет попасть на соловки. Давно, да. Спешите. Еще Киостров. Киостров очень популярное тоже направление. Да, сейчас начинается бронирование. Очень-очень любят у нас Киостров. Очень нравится природа северная. Очень там красиво. То есть тоже рекомендуем отдохнуть там. Приезжал Джон Уоррен, известный иностранец программы «Поедим, поедим». Что он сказал? Вот вы сопровождали, общались с ним. Да, Туристко-информационный центр организовывал съемки программы. Также устраивал пресс-конференцию у нас в Туристко-информационном центре. Джон Уоррен был в восхищении от соловков. Он сказал, что это то место, которое должен посетить каждый человек. Его восхитила природа, монументальные вот эти вот монастыри, сооружения. Его восхитили люди. То есть вот это все вместе он приехал совершенно одухотворенный, восхищенный. И только эпитеты превосходные, в превосходной степени. Только были на пресс-конференции, прозвучали. Дальше очень интересная была тема. Он нашел очень много параллелей, поскольку там программы с гастрономическим уклоном. Он нашел очень много параллелей, как ни странно, да. У северной нашей кухни и у английской кухни он говорил о том, что... Я не пробовал. Да, что вот у нас, значит, наша фирменная рыба, фирменные блюда – это треска. И в Англии, оказывается, тоже все едят рыбные чипсы из трески. Чипсы – это у них фишка их местная. Так что вот определенные параллели я обнаружил. И очень с большим таким, с большой долей юмора рассуждал о том, что все мне говорят, что Архангельск, Архангельская область – это доска, тоска, треска. Доска, согласен. Треска, да, и, конечно, несомненно. Тоски я тут не нашел. У вас совершенно не тоскливо. У вас очень хорошо. Очень благостно, очень душевно. Поэтому он просто был восхищением. Вот Каргополь я недавно узнала, что очень любят москвичи. То, что мы считаем село-село, они вот очень любят приезжать. Сама недавно была в Каргополе в январе. Был рекламно-информационный тур, организованный Архангельской туристской ассоциацией. Москвичи вот даже могу предположить, за что любят, поскольку там вот настолько вот, настолько такое единение белокаменной этой архитектуры. Вот особенно зимой мне показалось вот этой заснеженной природы. Такая вот тихая красота русского севера такая, куда можно окунуться. Ну, просто вот от этих всех, от суеты большого мегаполиса, уединиться, как-то побыть наедине с собой, может быть, прочувствовать какие-то. Вот еще был фестиваль колокольного звона, как раз мы ездили, очень тоже такое интересное мероприятие. И вот когда еще над всем над этим разносятся колокольные звоны, соборные колокольные, это, конечно, производит неизгладимое впечатление. То есть это вот такой островок, куда можно убежать от суеты и шума большого города. Видимо, у нас не столь большой город. Есть у нас еще один звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот мне очень нравится Хургада, Египет. Я вот в феврале езжу, и вот сейчас отменили этот рейс. На будущий февраль будут рейсы прямые из Архангельска или не будет? На будущий февраль, пока вам никто даже не скажет. У нас добавили зато Хургаду, пожалуйста. Нет, мне в феврале... Ну, в феврале на следующий, за год у нас так не планируется, все же по потоку туристическому. Кризис немножко повлиял, были сняты рейсы. Осталось три вылета, только именно что в Шар-Мальше и Хургада была снята. Сейчас ее добавили, на следующий сезон еще пока ничего не знаем. Ну, вот стабилизация наметилась сейчас. Неизвестно, да? Ну, добавляют рейсы, значит, не все так плохо, все будет еще лучше. Нет, вот мы поехали с женой в Беломорье из-за того, что рейсов нет, но это же совсем другое дело. Это очень плохо зимой ехать в Беломорье. Ну, если сравнивать с Красным морем, то возможно. Мне не понравилось. Ну, это понятно, что зимой в Беломорье. Бассейн пластный, море не заменяет, это очень плохо. Очень плохо. Так что я хочу в Египет. Мы вас поняли. Мы вас понимаем, конечно, там сейчас вечное лето. Ну, ладно, будем надеяться, что это будет все-таки. Спасибо вам за вопрос. Ну, вот, кстати, абсолютно прав еще отдыхать в Архангельской области, даже в сравнении с Европой, где взлетел курс евро, все равно недешево. Вот что делается для того, чтобы это стало доступнее? Ну, бассейн, платный. Да еще и не море. Нет, конечно же, туроператоры стараются, разрабатывают маршруты разного уровня, то есть по разной цене, да, разной ценовой категории. То есть можно... Есть люди, которые предпочитают отдыхать с комфортом. Именно, конечно, комфорт, это определенный, стоит определенных денег. Есть маршруты экономичные, где размещение в гостевых домах происходит. Сейчас широко развивается это направление, направление гостевых домов, хостелов. То есть есть какие-то бюджетные такие вещи. То есть, в общем-то, вариантов масса. Вариантов масса. То есть можно обратиться к нам, мы порекомендуем туроператора, который занимается тем или иным направлением. И туроператор индивидуально подойдет каждому туристу и разработает маршрут по карману для любого. Скажем, перевод на Соловке 10 тысяч, да? Почти как в Европу слетать. Ну, к сожалению, да, это данность. С этим мы, как туристский информационный центр, к сожалению, ничего не можем поделать. То есть приходится принимать такие условия. Но существует на лето, вот у нас буквально была 3 марта презентация летних турпрограмм была в Добролюбовской библиотеке, где туроператоры рассказывали о летних турмаршрутах. И как раз, например, туроператор Северный ветер разработал совместно с паломнической службой Слово очень экономичный маршрут на Соловке. ЖД-переезд, далее переправа Токеми. Через Кень. Да, через Кень. И очень экономичный маршрут. 4 дня, 3 ночи, порядка 10 тысяч. За все? За все. All inclusive. Да, all inclusive, включая питание, проживание и большой пакет экскурсий. 5 или 6 экскурсий. Так что я считаю, что это очень приемлемые и бюджетные деньги. Кстати, я задала вопрос в группе радиостанции Модерн ВКонтакте и спросила, куда вы поедете отдыхать в ближайшее время. Архангельская область, вы знаете, не в отстающих далеко. Но самый мой нелюбимый вариант из 161 человека, 40 выбрали вариант «не поеду никуда». 38 поедет на Черное море, 36 будут отдыхать в Архангельской области, 31 все же выберет заграничные курорты морские и в Европу отправится лишь 10% в 16 человек. Ну, из тех, кто проголосовал, конечно. А вот, Илья, одна из наших достопримечательностей — Белое море. Как на него реагируют те, кто приезжает сюда на фестиваль Тайбала? Впервые видят наше море. Ну, как реагируют? Они все в восторге. Мне кажется, в большем восторге, чем от океанских фолн. Почему? Потому что, ну, Белые ночи, да, мы к всех не привыкнем, и мы в них выросли. Но те, кто думает, что в Питере белая ночь, разумеется, знают, что в Питере серая ночь, а не белая. Привет Питеру. Вот, конечно, Мурманск — это другой, как бы, уровень. Белизны. Белизны, да, ночью. Но на самом деле это очень круто, когда солнце долго-долго садится за горизонт, долго-долго встает, и небо у нас выше. И, собственно говоря, если говорить про Таиланд, да, про предэкваториальные страны, там солнце вот ровно в 6 утра встало, вот так, и примерно в 6 вечера село. То есть никаких там супер-пупер-цикатов нет. Там все очень быстро, там все живут по солнцу. То есть полдня ночь, полдня день. И у нас здесь совсем другое. То есть летом... У нас день не заканчивается, вечный праздник. Летом у нас, на самом деле, волшебство, да, и все очень круто реагируют. И что самое главное, Белое море, я много раз об этом говорил, такое место совсем неизведанное массовому туристу, в том числе и Северодвинцу. И это здесь мы думаем, что Белое море — это такой блин сплошной, да. Совсем недалеко есть и горы, и скалы, и разные виды песка, и камни, и есть глубокие места на Белое море. И вот два года назад мы на Солзе проводили фестиваль Тайбула, да, про который тоже можно вспомнить. После фестиваля, через неделю, я уже там видел стадо полярных дельфинов, которые там паслись, и видимо... Это что? Да, ловили рыбу красную, либо селедку, я уж не знаю, что они там ловили. Вот, не знаю, я это видел. Тюлени у нас тут можно увидеть, например, стоит отойти чуть-чуть от города, но большинство об этом не знает. Так что Белое море — это крутое место, и вот как раз москвичи, которые, мои друзья, да, приезжают сюда, они все в восторге. Ну, потому что здесь действительно по-другому и неожиданно. Ну, ты так патриотично продвигаешь и развиваешь местный туризм, но при этом сам любишь путешествовать по миру. Причем дикарем. Вот в чем преимущество дикарского отдыха? Ну, что значит дикарем последние полтора года я путешествую не автостопом, а летаю самолетами за счет различных культурных программ Министерства культуры Российской Федерации и так далее, и так далее. И, ну, дикарем это значит, что ты сам купил себе билет на самолет или куда угодно, или там на поезд, либо на машину какую-то, добрался докуда-то, приехал, походил по городу, нашел, соответственно, гисхаус, гостевой дом, гостиницу, что угодно, можно заранее по системе там каучсерфинг найти тех, у кого ты остановишься. Бесплатно остановиться. Но быть готовым принять потом. Да, 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 что-то вроде. Но я обычно с палаткой люблю путешествовать. Дикарем, это, собственно говоря, когда ты не привязан пакетным туром к определенному месту, не сидишь там 20 дней в ожидании, когда же все закончится. Ты приехал на два дня, тебе надоело, ты собрался, переехал еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то. Ну, мне, в общем, на самом деле, нравится жизнь движения дольше, сложнее, а, как сказать, это даже, наверное, дороже, если переезжать. Но интереснее, гораздо интереснее. То есть, видится страна. Ну, в том числе и Россия. А страну нужно в столице смотреть или в провинции? Ну, по-всякому, и так, и так надо. Есть мнение, что только в провинции есть страна. Ну... Это уже глубинка, скорее всего. Мне кажется, Россия, да, это там одна шестая часть суши, и она настолько огромная, я, к сожалению, был только вот до Хакасии, соответственно, вот Хакасия, дальше даже до Байкала не дошел, и она очень разная. И Москва это Россия, и Северодвинск это Россия, и, не знаю, Абакан это Россия, и какой-нибудь там поезд Холода, и Меконда тоже Россия. Если говорить про Тайван, где я там недавно был, да, абсолютно, есть мнение, что в Бангкоке смотреть нечего, неправда, там просто смешение культур, не культуры, а времен, культуры там одна. Не знаю, мне кажется, все надо смотреть. Разумеется, что столицы, как правило, более развитые, крутые и более цивилизованные. И более похожие между собой. Ну, разные, опять же, столицы были. Нет, разные. Все столицы разные. Все столицы мира одинаковые, есть такое... Неправда. ...высказывание. Не согласны? Нет. Мне не разнятся, это понятно. Я знаю, что вы категорически против, дикарского отдыха. Потому что в свое время я тоже дикарем путешествовала, и, наверное, теперь мы любим комфорт. Комфорт. От туроператора. Чтобы не попасть в неприятную стройку. Как у меня получилось, что опыт такой, что я жила в Сербии, например, косово отделялась, началась война. Ну, неудачно вы приехали в Сербию, конечно. Ну, получилось так. Ну, неудачно как? Удачно. Просто получилось в Вене, и получается, конечно, если там катаклизмы какие-то, наводнения, может быть... Да, мы везем ответственность, вывозим туристов, и это все будет очень быстро. Когда человек один, он один. И поэтому... Хорошо еще консульство есть в Белграде, поэтому все замечательно. Не знаю, я вот возражу, мне кажется, очень много и европейцев, и тайцев, например, знают все английский язык, если про Таилан говорить. Если есть какие-то проблемы, можно подойти, поговорить. И многие азиаты настроены доброжелательно, им помогут. И есть куча сайтов, которые продают билеты. Есть... Я не знаю, мне кажется, если у человека есть голова на плечах, то ему не нужен туроператор за 5000 километров, который будет решать по телефону его проблемы. Он пойдет и сам решит свои проблемы. Не всегда так бывает. Бывает, бензин закончился. У нас, например, есть такие, что по телефону вам скажут, вам вот сейчас вот до туда дойти, и вот там есть заправочка, и мы все договорились, и вас вывезут. И уже эвакуацию вытащили. Ну, да. Может быть, кому-то нужен такой сервис. Главное, что мы предоставили пищу для размышления, куда и как ехать, отдыхать этой весной, и этим летом решайте сами варианты. Мы обсуждали с директором туристического агентства Ларисой Шевченко. Лариса Викторовна, спасибо вам за участие, и до свидания. Всего доброго. Также с директором бюджетного учреждения Туристко-информационный центр Архангельской области Екатериной Кустовой. Екатерина Викторовна, спасибо за участие. Спасибо вам. Спасибо, что приехали из Архангельска. Спасибо. А также с путешественником и организатором фестиваля Тайбала Ильей Кузубовым. Илья, спасибо за стани. Спасибо. А мне очень нравятся слова Святого Августина. Мир — это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну ее страницу. Это была программа «Открытая студия». Мы открыты для ваших вопросов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова